Привет, ребята! Это Илья Икямсев. Это обзор на концерт Майка Бирбиглия «The New One». Я, к сожалению, не совсем знаю, как он называется на русском. «The New One» вышел на Нетфликсе еще в прошлом году, поскольку в рамках своего тура, потому что я не видел за эти полгода, и мне нужно на моей самоизоляции посмотреть, я смотрю старые концерты. Но не такой уж он и старый, да, вот буквально вышел. Кто такой Майк Бирбиглия? Это совершенно отдельно стоящий комик, основное исследование которого – это попытка сделать историю максимально связанной во всех своих аспектах. То есть у Бирбиглии в концертах никогда нет случайных вещей. А это одна из основных вещей, ну не то, что основных, это главный центральный момент, что все, что он сказал в концерте, любой элемент, любое слово в конце выстрелит. И это увлекательная история, если вы смотрите не первый концерт Бирбиглии, думать, как это выстрелит и как он построит. В общем, смотрите, стоит ли смотреть «Да» – это концерт мастера. Он не настолько феерически смешной, как обычные вещи, но он очень интересен литературно в главном его аспекте. Его интересно изучать, насколько он сложно сделан. То есть один из таких моментов, он из очень простых, из невероятно простых битов. Ну, естественно, мастерски сделан, потому что там хорошие метафоры, интересные определения. Несколько прям очень клевых мыслей, которые он связывает в одно. И это очень простой концерт. Понимаете, он минималистичен. Одна из главных вещей, которые можно про него сказать – это то, что он очень крохотный по объему, по площади, по количеству рассматриваемых вещей. По сути тела там Бирбиглия, его жена и диван. И это все, что происходит в этом концерте, ну, за исключением нескольких спойлеров, потому что фраза «The new one» – это «The new one» в семье. И здесь есть некоторый момент. Если вы смотрели предыдущие концерты Бирбиглия, как всего четыре, по-моему, то есть первый – это «Sleep walk with me», который про его расстройство сна. И два следующих, они выполнены в примерно одинаковой манере, и третий развивает эту манеру. Он просто рассказывает куски истории своей жизни. И эта история развивается последовательно. И мы получаем трехтомник Бирбиглии. То есть первый концерт – это то, на боли, с которой он жил, и он с ней разобрался. Ну, по крайней мере, научился с ней жить. И вот сейчас он пытается в эту жизнь встроить дополнительные элементы. Он не очень в кайфный в начале. Если вы никогда не видели Бирбиглию, вам будет трудно понять, почему это хороший концерт. Потому что он очень медленно разгоняется. Он вот прям разгоняется, разгоняется, такой медленный. Но в конце концерта ты вдруг понимаешь, что все, что он делает – это сетап. Все вообще. То есть у него нет ни одного блока в концерте, который бы не нужен был для чего-то другого. То есть это чрезвычайно рационально построенный концерт по отношению к шуткам и к вашему времени. Потому что он набирает скорость все время. И к чести Бирбиглии этот концерт, который основан на одной истории. Одна история, одна и та же развивается. Он просто очень хорошо, сочно и подробно ее делает. По сути, концерт про рождение ребенка. И концерт про изменение мужчины, пока он делает. Концерт про понимание себя в этой жизни. И это без каких-то таких вот советов, что делать все такое. Ты просто со временем, в течение концерта, постоянно вживаешься в Бирбиглии. В Бирбиглию. Так что вроде бы это даже и ты, вроде бы это даже твой друг, с которым ты был знаком давно. Настолько он хорошо, четко создал вот это пространство, где он живет, что ты прекрасно понимаешь его до последнего слова. И очень здорово, я смотрел с женой, очень здорово смотреть на человека, который первый раз в жизни смотрит концерт Бирбиглии, как он начинает раскрываться в конце. Потому что ты прекрасно знаешь, что все, что он говорил в начале, даже вроде бы самого неважного, это в конце концов выстреливает, выстреливает. И в конце уже очередь. В общем, то, что сейчас пытаются многие комики, я вижу, и в России применять как слово «арка», вот этим Бирбиглия работает в совершенстве, но он, кроме арки, знает еще драматургию, прямо скажем. Потому что у него это драматургически законченное произведение, вообще по всем эпохальным каким-то книгам, которые ты можешь только прочитать, как писать. То есть это образец литературного подхода. Ну и смотреть на Бирбиглию на сцене, это очень клево, потому что он сцену использует несколько необычно для себя. Ну, я говорю про предыдущие несколько концертов. Он, в принципе, привык бегать. То есть, если ты посмотришь, как Бирбиглия выступает, а он выступает везде так, он выступает в телепрограммах, он привык бегать по кругу. То есть он буквально бегает весь концерт по кругу. Это очень забавно. Здесь он вынужден работать с диваном, поэтому он использует еще пару сценических приемов. Но выглядит так клево, и это единственный комик в моей жизни, который регулярно и осознанно поворачивается спиной к залу, если я просто отметил для себя на некоторых моментах. То есть, вот как обычно, то есть ты вроде бы сам себе думал в голове, так вот эти вещи тебе не стоит делать никогда, типа поворачиваться спиной к залу, или там разговаривать с себя. Бирбиглия спокойно это делает, причем он прекрасно контролирует, где он. Там, где ему нужно провалить зал, он стоит его спиной. То есть это удивительно. То есть когда он ведет за собой, то есть это настолько интересный набор сценических приемов именно для комика, когда ты его смотришь, что ты думаешь, ну блин, вот это стоило бы попробовать. Вот конкретно этот момент. И я рад, что Бирбиглия все популярнее и популярнее. У него все лучше зал. И это один, ну, кстати, можно для себя заметить, что это прекрасный момент по работе с несовершеннолетними зрителями в зале. Можно посмотреть. Метод Бирбиглия достаточно интересен в этом плане. Он не выходит за рамки себя и за рамки концерта. Прекрасный комик. Я очень рад, что ему повезло. Я очень рад, что его везет. Я очень рад, что Нетфликс взял его к себе на борт. В общем, дай бог здоровья. Попробуйте смотреть в оригинале. Он прекрасно работает голосом. Он половину концерта вообще шепчет. То есть это не вот тебе экспрессивный комик, который заваливает. Он прекрасно понимает динамический диапазон, в котором он работает и в нем очень хорошо себя чувствует. То есть он у него, во-первых, широкий. То есть когда ему надо орать, он орет. Но когда ему надо интенционно показать шутку и вообще тайминг Бирбиглия – это вышап какой-то. Но в любом случае посмотрите. Это то, на что надо смотреть. Это вот концерт очень интересный в мелочах. Может быть, он не настолько яркий, настолько пробивной, особенно в начале, но к концу ты вот веришь ему безоговорочно, перестаешь замечать все, потому что там идет такой пояс, от которого ты не ожидаешь. Смотреть ли? Да, смотреть. Думать о нем? Да, думать. Пробовать делать, как он? Обязательно. Потому что Бирбиглия – это просто «А вот так вот еще тоже можно делать стендап». На этом все. Меня зовут Илья Акимсев. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте вся эта херня. Давайте. Пока. По скриптам. По скриптам. Забыл совсем. Отметил и забыл. Смотрите. Он делает третий раз то же самое. Это можно сказать «О, Господи, ты такой негибкий». Но есть две вещи. Во-первых, качество. То есть, это очень качественный концерт. Он прописан от начала до конца в каждом нюансе. И он смешной. У него есть очень хорошие свойства. Он смешной. Второе – он предсказуем ровно до того момента, пока ты не сталкиваешься с ним как с классным автором. По-настоящему классным автором, который в любую форму, подходящую ему, нравящуюся ему, он заталкивает такое количество охерительных метафор, сравнений, идей, концепций, что ты понимаешь, что на самом деле вот эта его форма, за которой ее узнают, она является просто его интересующим, его, как бы сказать, поведением, формой, моментом, форма, 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 форма. В результате ответ на большой вопрос «О, Господи, ты делаешь одно и то же?» Какая разница как? Главное, что качественно. Вот поймите правильно. Если вы найдете хоть одну форму, и если вы в этой форме будете чувствовать себя как рыба в воде, то получится совершенно классный концерт, и главное – думать о качестве. Вот и все. Интересный момент. Ну, бог его знает. Может быть, Бербиглия придумал свой мейнстрим. А может быть, это и называется стиль. Кто ж его знает? В общем, смотрите. Давайте. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok